Полдень в Заволжье. Автомобили везут юных пассажиров в детские сады, больницы и школы, которых в этом районе немало. Сквозь сильную тонировку разглядеть детей полицейским непросто. Отслеживать нарушителей приходится сразу нескольким постам. Влада Калина, 162, синяя. Принял, берем. И вот едет подозрительный автомобиль, что называется полна коробочка. На заднем сиденье легковушки сразу три ребенка. И все, как оказалось, пристегнуты. Все время их пристегиваете, как возите, рассказываете? Да, пристегиваю. А почему делаете? Ну, рада безопасности в своей остеи. А вот еще одна лада. Водитель свое чадо пристегнул ремнем безопасности. Но инспектор все же подмечает, с такой лентой под горлом ребенку может быть некомфортно. Маме ребенка он дает хороший совет. Вот такой вот треугольничек безопасности вам необходим. То есть он будет ограничительным ремня проходить. И вот здесь будет, получается, шея ребенка. И все. В правилах черным по белому написано, перевозить детей до 12 лет в автомобилях водители обязаны только с использованием специальных кресел и удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. Однако такие правила для этого водителя пустой звук. Его ребенок на заднем сиденье «Жигулей» пребывает в свободном полете. «12 лет ребенку». «А если авария?» «Не будет аварии, я уверен». Самоуверенного водителя инспекторы ведут в патрульную машину и выписывают штраф в 3000 рублей. Это в 6 раз больше, чем было месяц назад. Специалисты уже давно настаивали на том, чтобы штраф за нарушение правил перевозки детей был существенно увеличен. Говорят, никакие беседы не могут оказать на водителей такого же мощного воздействия, как наказание рублем. А в результате такого воспитания можно спасти тысячи детских жизней. Только с начала года инспекторы Тверской области зафиксировали 40 ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров. Более половины из них не были ничем пристегнуты. И вот с ужесточением штрафов уже с 1 сентября ситуация начала резко меняться. 4 нарушителя мы видели, но ранее, допустим, из 10 автомобилей 8 это были автомобили нарушителей. Здесь из 25 остановленных автомобилей мы выявили всего 4 нарушителя правил перевозки несовершеннолетних. Новый штраф в 3000 рублей фактически и есть цена нового кресла. Так что прежде чем нарушить правила, тверские водители стали не только деньги считать, но еще и гораздо больше думать о безопасности детей. Вам в данном случае стесняться нечего. Все четко. Выражаем вам благодарность. Вы у нас ответственный родитель. Ответственный родитель. Поэтому все, молодцы. Всех благ и счастливого пути. Все, главное, только с вами тоже придите, пристегивайтесь.